Доброе утро! Сегодня мы поговорим о самом большом городском округе Ялты, 27 километров протяженностью. Чем там живут люди? Какие их беспокоят проблемы? Что происходит нового в их жизнедеятельности? Я думаю, что с этой информацией хорошо знакома Елена Надель, депутат Ялтинского городского совета. Доброе утро! Доброе утро! Расскажите, пожалуйста, я так понимаю, что там сейчас идет развитие именно социальной инфраструктуры. Я знаю, что очень много построено детских площадок. Чем это обусловлено? То есть это по просьбе жителей? Востребованностью, большой востребованностью. Безусловно, задача создать максимальные комфортные условия для жителей Ялтинского округа и в том числе моего избирательного округа. Поэтому вся инфраструктура, конечно, находится в не лучшем состоянии. Поэтому необходимо делать все. И дороги, и пешеходные зоны, и детские площадки, и детские сады, безусловно. О чем мы поговорим, я думаю, чуть позже. Это и благоустройство придомовых территорий, это и замена коммуникаций. В общем, в принципе, это все, что связано с обеспечением жизни людей. А часто выезжаете на место и общаетесь с жителями? Ну, практически каждый день. Но дело в том, что я живу, я родилась и выросла, я живу на моем избирательном округе. Поэтому мои двери всегда открыты, и большинство людей уже лично меня знают. Я также хожу в магазины на своем избирательном округе. Поэтому проблемы с коммуникацией никакой нет. Ну и обязательно раз в неделю это объезд в целом всего округа для того, чтобы хотя бы визуально определить, то есть если даже нет никаких жалоб от жителей, обращений, для того, чтобы определить, что нужно сделать, что является первоочередной задачей. Не могу не спросить о дошкольных учреждениях. У нас сейчас в Ялте тоже направлено на это большое внимание. Расскажите, что на вашем округе? Какая очередь? На моем округе работает дошкольное учреждение номер 3, детский сад «Катюша». Один из самых крупных в городе, тоже порядка 400 детей ходит в этот детский сад сегодня. Тем не менее, очередность существует. И необходимость в открытии новых мест тоже существует. К сожалению, у нас в этом детском саду незавершенная программа по федеральной целевой программе, незавершенное строительство дополнительного корпуса детского сада. Но это проблема в процессе решения. И сегодня, помимо этого, планируется строительство по федеральной адресной инвестиционной программе, строительство нового детского сада на улице Тимирязева. Где ранее планировалось строительство школы. А также уже в этом году начнутся строительно-монтажные работы детского сада «Ивушка», который находится возле домика Чехова. Можно кратко. Расскажите о новом постановлении для льготных категорий граждан, не только Ялты, но и крымчан в целом. Что оно подразумевает? Буквально пару слов. Да, конечно, необходимо. Дело в том, что необходимо льготникам заявить о своих правах. В новом формате, о чем мы говорим, будет действовать единый проездной билет, который необходимо оформить либо в департаменте соцполитики, либо для многодетных семей. Есть такая возможность, чтобы меньше стоять в очередях, и быстрее процесс оформления прошел. Это центр социальных служб для детей, семьи и молодежи. Спасибо огромное. Уважаемые телезрители и коллеги, я думаю, что прозвучало в нашем диалоге много полезной информации. Но хотим узнать, что у вас происходит. Спасибо большое, Лилия. Я напоминаю, что с нами на связи был корреспондент из Ялты, Лилия Веджат.